В официальной программе Года России Франция 2010 300 совместных проектов. Недавно открывшаяся выставка Пикассо в музее имени Пушкина, уникальная выставка русского искусства в Парижском Лувре, российские гастроли комедии Францесс. Как утверждают в Министерстве культуры России, маховик запущен, но неостановим. Буквально каждый день возникают новые совместные инициативы. Вот, скажем, спектакль «Гав Аф», участник программы «Другой театр из Франции», которую в эти дни проводит Французский культурный центр совместно с Московским театром нации. Уже сколько? Почти три года началось подготовление этого года. Один из принципов этого года – это то, что не только Москва и Питер, но вообще попробовать, чтобы по всей России были представлены что-то из Франции. Я думаю, что этот маховик не останется, не остановится и с окончанием года, года десятого. Так много новых контактов у людей появилось, так много творческих завязок, идей совместных, что я думаю, что это будет такой импульс на много лет, может быть, десятилетий. Ну, собственно говоря, российско-французские культурные связи вообще всегда были невероятно богатые и разнообразные. А вообще официальное открытие состоится, как вы знаете, 2 марта, и приурочено оно к открытию выставки «Святая Русь», и открывать официальные годы будут президенты двух стран. Огромная выставка русского искусства, не только иконы, и архивные материалы, и живописи, все-все-все-все. Из 24 российских музеев. 24 музея. Это и наши музеи, московские, питерские, многие-многие другие. Такой еще не было в выставке никогда. Это вообще некоторые экспонаты впервые выставляются за рубежом. Для этого года попробовали выбирать самые яркие художники, ярких артистов, яркие мероприятия, которые вообще не все, конечно, во Франции. В отрасли танца, например, один из самых выдающих, это прежокаж, который будет работать с танцорами Большого театра. Осенью в историческом музее тоже выставка «Наполеон» и «Лувр». В Третьяковской галерее будут рисунки музея «Лувр», тоже осень. Это такая французская осень, московских музеев будет. Будет и тоже современное искусство. Будет и тоже в мае выставка один из выдающих художников Бертран Лавиа. Будет тоже на Красном октябре в фонде, у Байбакова я бы сказала, французский куратор. Будет выставка под названием «Вечные бытвы». Очень интересно будет. И самая-самая яркая выставка, надеюсь, конечно, потому что эта художница, это одна из самых лучших наших, Аннет Мессажер. 29 июня в Доме фотографии у Ольги Львовной, но в Новом музее. Осенью будет фестиваль Сан-Тро-Помпиду в Эрмитаже. Здесь все говорят о литературе или о книге. У нас будет очень странно, может быть, или не странно, но у нас будет поезд писателей с Москвы до Новосибирск, может быть, по России. Французские писатели будут в течение 10 дней, может, я не помню точно, в поезде и остановиться в крупных городах. Изначально это было одним из приоритетов, чтобы были такие большие региональные программы. Ну, как вы понимаете, сделать региональную программу в России сложнее в чем-то, чем сделать региональную программу во Франции, хотя бы из-за масштабов страны. Но, тем не менее, почти 30 регионов вовлечено во французскую программу России. И не просто с какими-то небольшими собственными проектами. Комедия Францесс ведется по городам России. Оркестр Лиля едет в города России. Радио Франц, Леонский балет, выставки фотографий. Большое количество музыкантов, французских солистов едет по России с концертами, выступает с оркестрами местными и самостоятельно с сольными концертами. Не говоря уже о совместных постановках, выставках, практически каждый наш российский коллектив будет совершать тур. Не говоря уже о том, что наши исполнители в большом количестве французских фестивалей, просто в провинциальных выступах, безусловно, надо сказать о 11-12 июне на концертах на Марсовом поле. И что это будет? Это будет два концерта. Один в одном концерте. Первый концерт – это будет концерт классической музыки. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спилакова. Большим количеством российских и французских солистов. А на следующий день это будет гала-концерт. Серия концертов сначала, а потом гала-концерт народных коллективов России, со всей России. Тоже на этой же площадке, на Марсовом поле. И еще, сейчас планируется еще один концерт такой молодежной культуры. По-разному можно называть, ну, в общем, популярные музыки. Невозможно объять необъятное. Если это только официальных 300 проектов, то представляете, сколько еще существует вокруг этого. Закрытие года состоится в торжественном вечере в Большом театре с выдающими танцерами Большой оперы Парижа. Надеемся, что все будет прекрасно, как открытие с Георгиевым в Париже, который получил очень большой успех.